Родион Константинович Щедрен Намеренная антиавангардная установка на публику пронизывает творчество Щедрина на протяжении всей жизни. «Большая музыка должна иметь большую аудиторию», – считал он. Он шире, чем кто-либо из композиторов его поколения, развил в своем творчестве русскую тематику. Его оперы и балеты написаны почти исключительно на сюжеты крупнейших русских писателей Николая Гуголя, Антона Чехова, Льва Толстого, Владимира Набокова и Николая Лескова. Родился будущий композитор 16 декабря 1932 года в Москве. Удивительно, но в тот же день, только намного раньше, появился на свет выдающийся композитор Бетховен. Отца мальчика звали Константин Щедрен. Он имел редкие музыкальные способности, запоминал любую мелодию с первого раза. Окончив Московскую консерваторию, прославился как композитор и музыкальный теоретик, педагог по музыке. Мать будущего композитора Конкорде Ивановна Щедрина была сотрудницей Большого театра, трудилась на должности старшего экономиста. Профессиональным музыкантом она не была, но очень любила музыку и прекрасно играла на фортепиано. При такой творческой родословной у Родиона Щедрина не было другого жизненного пути, кроме музыкального. Первым учителем музыки маленького Родиона стал его отец. Щедрин впоследствии воспоминал, что отец на любом инструменте, не учась, мог воспроизвести услышанную мелодию. Вместе с братьями, дядями мальчика, отец Родиона частенько устраивал домашние концерты. Это трио они гордо называли «Оркестры братьев Щедриных». Однако началась война. Отец ушел в ополчение, и мальчик с мамой были эвакуированы в Куйбышев. После возвращения в Москву Родион начал учебу в Центральной музыкальной школе, откуда не раз отчислялся из-за поведения. Дважды убегал на фронт. Его дядя, крупноученый, имевший вес и связи, разыскивал племянника, однажды успевшего уже добраться до Кронштадта. И вместе с товарищем по побегу Родиона в арестантском вагоне доставили домой. В 45-м году 12-летнего подростка определили мне давно открывшееся хоровое училище, ныне имени Свежникова. Помимо изучения теоретических дисциплин, пение было едва ли не главным занятием воспитанников училища. Спустя десятилетия Щедрин скажет, «Первые в жизни минуты вдохновения я испытал именно во время пения в хоре. И, конечно, первые мои сочинения тоже были для хора». Именно в училище Родион Константинович впервые попробовал себя в качестве композитора. Среди учеников многие пытались сочинять музыкальные произведения, поэтому педагогическим коллективам было принято решение провести конкурс на исполнение работ собственного сочинения. Победителем в нем стал Родион. Следующей ступенью стала Московская консерватория, где Щедрин занимался одновременно на двух факультетах по композиции у Юрия Шапурина и в классе фортеприано у Якова Флеера. Якобы уже во время учебы в училище многие из воспитанников делали опыты в музыкальной композиции, а их директор давал юным композиторам возможность сразу же исполнять сочиненные ими произведения. 1954 год становится одним из значимых в биографии Родиона Щедрина. Именно в этот период молодой композитор сочиняет свой первый концерт для фортепиано, который был включен в один из очередных пленулов Союза композиторов. Блестящее исполнение своего творения открыло перед музыкантом большие перспективы. Студент 4-го курса консерватории стал членом Союза композиторов. Кроме этого, в училище особое внимание обращалось на владение студентами игры на фортепиано. К окончании учебного заведения Родион мог бы посоперничать с именитыми пианистами. Его педагог считал его невероятно одаренным юношей и стал готовить к поступлению в консерваторию. Родион Константинович всегда был прекрасным пианистом. Он даже во время учебы в консерватории хотел забросить сочинительство и быть только исполнителем. Слава Богу, его отговорили. Кроме классики, его интересовала в консерватории и такая фундаментальная область интересов, как русский фольклор. Обязательный для студентов-композиторов предмет «Народное творчество» требовал участия в фольклорных экспедициях. Родион Щедрин отправился в поездку по Логоцкой области, которая оказалась чрезвычайно богата частушками. Он записывал на магнитофон народные песни, которые с удовольствием для него исполняли сельские жители. Особенно нравились ему частушки, и он любовь к ним пронес через всю свою жизнь. Премьера первого концерта прошла в Варшаве и была встречена неоднозначно. Включение в классическое произведение народных частушек посчитали необоснованной дерзостью. Но уже в одном из самых первых произведений Щедрин заявил о себе, как о композиторе, творчество которого базируется на русской культуре. Поэтому Дмитрий Дмитриевич Кобалевский рекомендовал его Большому театру для написания балета «Конек-горбунок». Начиная работу над балетом, он и не предполагал, какое судьбоносное произведение создает в начале карьеры. Балетмейстер Александр Родунский пригласил композитора на занятия в балетный класс, чтобы ближе познакомить Щедрина с особенностями этого вида искусства. На занятии Родион и увидел Майю Плесецкую. Однако премьеру в 1960 году танцевала Римма Карельская, поскольку Плесецкая накануне травмировала колено. Но первая встреча произошла в гостях у Лили Брик в 1955 году. Когда я впервые увидела его, ему было 22 года. Он был красив и неординарен. Он замечательно играл в тот вечер и свои вещи, и Шопена. Играл так, что я никогда в жизни не слышала. Знакомство постепенно переросло в серьезные отношения в 1958 году, когда Майя Плесецкая и Родион Щедрин вместе работали над постановкой «Конька-горбунка». Брака сочетаться они отправились в районный ЗАГС 2 октября 1958 года, успев в тот же год отдохнуть вместе в Сартовале и Сочи. Плесецкой было почти 33. Щедрину через два месяца исполнялось 26. Дама-регистраторша, увидев Плесецку, мягко спросила, как на вас попасть. И, расчувствовавшись, не по протоколу, пожелала, чтобы вам состариться на одной подушке. Сегодня признаюсь, что это была моя инициатива. Щедрину не хотелось брачных официальных уз. Но мне интуиция подсказывала, власти меньше терзать меня будут, если замужем. Об этом не раз намекали. А Фурцева впрямую говорила, выходите замуж, вам веры будет больше. Даже квартиру новой обещали, писала Майя в автобиографии. Это был не просто союз двух людей. С момента их знакомства все балеты талантливого композитора были написаны для танца великой танцовщицы. В результате появилась целая балетная культура. Злые языки говорили, что это ненадолго. Творческие люди вместе долго не живут. Но на зависть всем Плесецкая и Щедрин ни разу не дали повода говорить об их разладе. Они во всем поддерживали друг друга. У нас нет секрета семейного счастья, призналась однажды в одном из своих интервью балерина. Мы с Родионом просто совпали. Наступили бурные 60-е годы. Щедрин за данное десятилетие создал самоисполняемое сочинение балет Кармен Цюиту. Впервые обратился к опере «Не только любовь». Кармен Цюита появилась на свет благодаря стремлению и упорству Анны Плесецкой, которая хотела станцевать Кармен и даже сама написала либретто балета. Первым композитором, к которому обратилась, был Дмитрий Шостакович, но тот сомневался, что сможет написать музыку, способную конкурировать с работой безе. А Хачатурян, которому балерина рассказала о замысле, спросил «Зачем вы просите меня? У вас же дома есть композитор». Этот совет вкупе с необходимостью написать балет за 20 дней позволил взяться за музыку Родиона Щедринова. Балет вышел на сцену 20 апреля 1967 года. В последующие 25 лет никто, кроме Плесецкой, не танцевал Кармен, и с окончанием карьеры великой балерины образ, казалось, ушел в вечность. Только в 2005 году Большой театр решился на возобновление постановки, на подготовку которого пригласили хореографа Алонса. В 2010-м балет поставил и Мариинский театр, предложив две версии Кармен в исполнении крупнейших танцовщиц современности Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой. Тогда же, в конце 60-х, Щедрин и Плесецкая принимают участие в создании кинофильма «Анна Каренина» в качестве композитора и актрисы. Майя Михайловна поняла, что эта история очень пластична. Ее можно перенести на язык танца. За творческой поддержкой композитор обратился к своему великому предшественнику Петру Ильичу Чайковскому, который, как он считал, понимал Толстого, будучи его современником, дыша с ним одним воздухом. Через сопротивление худсовета балет вышел на сцену Большого театра 10 июня 1972 года. Его партитура получила высокие оценки критики и профессионального сообщества. Еще одна важная дата в биографии Родиона Щедрина – 1973 год. Его избирают председателем Союза композиторов Российской Федерации. За почти два десятилетия пребывания на этом посту Щедрин оказал огромное влияние на развитие новаторских направлений музыки, помог многим молодым талантам. Продолжает он и свою творческую деятельность. Написано и опубликовано большое количество статей и различных литературных произведений. Созданы балеты Анна Каренина, «Мертвые души», «Чайка», «Дама с собачкой». Щедрин очень любил русскую классику. Зачастую писал по ее мотивам. Его музыка – как подтверждение национальности. Он считал русской своей данностью, культурой, ментальностью, истоками. Композитор называл оперу вечным жанром. Он стал автором не только музыки, но и бредта. Первую оперу под названием «Не только любовь» Щедрин поставил с помощью Василия Катаняна, супруга Лили Брик. Премьерный показ прошел на сцене Большого театра. Дирижировал Евгений Светланов. Главная партия досталась Ирине Архиповой. Последующие постановки этой оперы осуществлялись под руководством Юрия Александрова и Бориса Покровского. Потом Щедрин написал «Рождественскую сказку», «Бояриню Морозову, Левшу». Последнюю оперу композитор написал под Валерия Гиргиева для постановки в Мариинском театре. Опера «Очарованный странник» тоже имела именное посвящение. Щедрину очень импонировал Лорин Моазель, американский виртуоз, трижды награжденный Грэмми. Дирижером самой первой постановки оперы «Лолита» стал всемирно известный Мстислав Ростропович. Но Щедрин не запирается в рамках академизма. Композитор написал музыку для трех кинофильмов «Александра Зархи», «Анна Каренина» с Татьяной Самойловой и Василием Лановым, «Люди на мосту» с Василием Меркурьевым. Основание «Кочегары» и «Монеплотники» из кинофильма «Высота» напевали по всему Союзу. Творчество Родиона Константиновича пришлось по душе режиссерам Юрию Райзману и Сергею Юткевичу. Прозвучали щедринские произведения и в классике советской мультипликации «Петушок», «Золотой гребешок» и «Колобок». Вряд ли найдется такой человек, который бы не знал, что на протяжении 57 лет они были женаты. Майя относилась к мужу как к божеству и считала, что их свело провидение. Каждый изложил свою историю любви, а также множество других интересных фактов из совместной жизни в книгах. Майя написала две «Я Майя Пресецкая» и «Тринадцать лет спустя», а ее муж автобиографические записи. «У каждого человека свои недостатки, а у него их нет, честное слово, потому что он особенный, потому что он гений. Я вообще думаю, если б наша встреча не состоялась, меня могло бы давно уже на свете не быть», – говорила Майя Михайловна. Щедрин всю жизнь оставался как бы на вторых ролях, рядом со своей звездной супругой, но ничуть от этого не страдал. Ему удавалось смириться с непростым характером Пресецкой. Она могла поругаться с мужем, но быстро отходила от ссор. Композитор окружил любимую женщину вниманием и заботой. Он преподносил ей цветы, но лучшими подарками всегда были произведения, написанные для нее. В одном из интервью он говорил, «Я бесконечно рад, что моя жизнь – жизнь счастливого человека. У меня была великая жена, с которой у меня были исключительные, удивительные отношения. Мы понимали друг друга с полуслова, главным образом благодаря ее характеру, ее терпимости. Мой характер более сложный, все-таки мужской характер. Она была женщина до кончика волоса. Я был счастлив с ней, безмерно, бесконечно. Мне с ней было всегда интересно, каждая минута была наполнена. И, конечно, на творчестве это не могло не сказаться. Мы друг друга обогащали и человечески, и, наверное, в профессии. С начала 90-х годов супружеская пара композитора и балерины уехали в Мюнхен. А через 15 лет посетили Россию, где Майи стало плохо. Великая балерина скончалась, оставив безутешным выдавцом любимого и любящего мужа. По завещанию, прах обоих супругов должен быть развеян над родиной. Дом в Мюнхене хранит память о Майи. Там повсюду ее снимки. Только на одной из фотографий рядом с Щедринем запечатлен Леонард Бирнстайн, величайший из музыкантов. Щедрин, несмотря на возраст, все так же бодр и полон сил. Он считает себя профессиональным долгожителем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова